Снимите бабулю, пусть не даст покоя дедуля. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня у нас будет, как всегда, ежедневный урок. Точнее, ежевечерный. Потому что начинается он у нас вечером. С утра не было желания сегодня никакого ничего снимать. Просто хотелось отдохнуть. Отдыхали сегодня целый день. Вань, ты хочешь перевернуться туда вниз, упасть? Нет, я хочу сказать им привет. Говори. Я уже сказала. В общем, идем вместе с вами. Сегодня у нас вот такую вот готовят. Макароны готовят. Ну так интересно. Там масло так шипит. Обгорает прикольно. В общем, я себе вот такие вот макарончики сегодня решила взять. Вкусненькие приготовили. Так, а ты котлеты хочешь? Ваня у нас вот эти котлеты здесь полюбил. Вместе с рисом, да? Подожди, а это не твоя тарелка. Господи, что мама? Мама тормозит. Мама засмотрелась на повара. Потому что там так сейчас все полыхнуло, что я думаю, у меня сейчас волосы загорятся. И так, не поверите, соскучилась по макаронам. Особенно обжаренные таким интересным образом. С грибами, с сыром, со всеми делами. Манюк у меня с рисом. Он здесь постоянно, каждый день ест рис. Держи. Причем двумя вилками. Ну одна для котлет, другая для... Бабушка запаслась сливами. И курицу взялась. Курицу, баклажан. А я хочу попробовать приготовленные. Он так сейчас классно готовил макароны. Мне так понравилось. Повар просто безуматный, очень вкусно готовит. Если кто-то кушает, всем приятно. Смотрите, бабулю. Пусть не даст покоя дедули. Про что ж идет речь, интересно. Вот тебе омса, тоже кожа и меха. Ну мне что-то уже тошнит от этой кожи и мехов, честно говоря. Потому что там... Ну здесь хоть по-простому. Здесь на тебя прям не наезжали. А там, где вот мы на фабрику ездили, там... Ну фабрику. Это магазин от фабрики от Стамбула. В общем, там вообще конкретно бери и все. А что вы хотите показать? Добрый вечер. Сладости, давайте. Ну как показать, а угостить? Не, угостить не надо, покажите. Просто расскажите по ценам. Давайте зайдем. Как нас найти? Лена плюс Ваня, очень легко. Меня Лена зовут, а это Ваня. Лена плюс Ваня. Купишь мне игрушку за 10 долларов. Конечно, купим тебе игрушку. Ох, за 10 долларов. Вот. Здесь, смотрите, в магазине все за стеклом, да, у вас? Да, конечно, закрыто все. Все закрыто. Чтобы мухи не летали, пыли не было, чтобы... А там охлаждается или нет? Нет, не охлаждается, это нельзя в холодильник ставить. Ага. И в какую стоимость сладости за килограмм? Разница 10 долларов, килограмм 15. 10 долларов, 15 долларов. А щербет с фундуком? Вот этот, допустим. С фундуком 14 долларов. 14 долларов стоит. Сейчас у нас Ваня будет за всех отчитываться, пробуй. Давай, а то мама толстая, куда маме еще пробовать? Молодец. Слушай, давай. Не, 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 не. Сейчас расскажем. Не, у нас сейчас вот эксперт скажет. Эксперт сказал лайк. А вот эти вот такие вот... Хорошо. Какую цену это? 10 долларов. 10 долларов. Так, Лена, у нас... А вот это у нас вина фруктовые, да, все? Да, это фруктовые вина. Сколько вот такое ежевичное вино стоит? 8 долларов. 8 долларов. 8 долларов. Слушайте, а мы... А меня можно найти в Ютубе Ниас плюс Гульдана. Да? Вот так вот. Скажите еще раз, где можно вас найти зрителям, чтобы они... Ниас плюс Гульдана. Вот. Так что может... Очень легко. Сколько у вас подписчиков? Просто. Ну, где-то полтора тысячи есть. Полторы тысячи подписчиков? Вот, видите, тоже развивает. Я не... Спасибо. У нас вот эксперт, потому что мы правда уже наелись, так, что есть. Скажите, пожалуйста, какой-то чай у вас есть, называется Форм. Чай для похудения. Есть такой? Ну, не для похудения, а для... У меня есть Тархун и Киви чай для похудения. Нет, а это в пакетиках какой-то есть, нет? Такого? Нет, такого нет. Такого нет. А вот это что за чай? Гаранти-виагра чай есть. Да не, виагра у нас и так все в порядке с виагрой у мужа. Там, наоборот, что-нибудь анти-виагру дайте. Вот это вот, что за чай такой интересный? Микс чай. Это с корицей здесь, да, все это заваривается. Сколько такой стоит? Два доллара. Два доллара такой чай стоит. Почему у вас в Анталии в лирах везде цены, а у вас в долларах? У нас тоже ценники все в лирах, просто я вам автоматически сразу перевожу, видите, ценники в лирах. Двадцать пять лир, понятно. Просто здесь уже привыкли, что туристы с долларами. А это маленькое, двенадцать лир. Угу. Ну, сразу автоматически переводим. У вас карты же, расчет есть здесь, лучше чего, да? И хотела вот про эту фирму, вот Далан Де Алиф. Вот мне очень нравится эта фирма, она у вас везде, практически во всех магазинах. А вот в сетевых почему-то я ее не видела в магазинах. Она... Она хорошая фирма. Она хорошая, мне очень нравится, да? В нижней уже. То есть это вот именно турецкая фирма, которая вот именно специализируется. Турецких фирм очень много, бьешь Далан, их много, но самая хорошая это Далан. Далан, да, мне тоже очень нравится Далан. Сколько у вас шампунчики такие стоят от Далан? Шампунчики четыре доллара. Четыре доллара. А в лирах это? Двадцать четыре. Двадцать четыре лиры. Ну, вот это Талил тоже, мне, кстати, неплохое масло я какое-то брала этой фирмы, Талил. От Талил у меня есть еще вот такие вот мыла. А как она правильно, Тхалия, значит, называет? Тхалия. Тхалия, они правильно. Ну, мы же брали такое мыло, ты уже забыл? Ой, очень это. Хорошее, приятное, это самый приятный закуп. Это самое приятное. Двадцать доллара. А Лера сколько? А скидки у вас есть в магазине? Десять лир уже, конечно. Десять. Скидки есть, очень. За то, что мы тебе в Ютубе. Торговля приветствует. Сейчас покажу, как они, маму, нас слышите, сразу пользуются. Сучьем. Вот так вот, Сара называется магазинчик. Ну, практически он находится напротив Бергамота. Ну, не напротив, чуть-чуть подальше нужно пройти. Там где что-то с дедушкой, да, здесь у вас где-то реклама-то с дедушкой. А, вот, перед накормите бабулю, пусть не даст покоя дедуле. А, это ваш же магазин и есть. Ясно. А что это значит, накормите бабулю, пусть не даст покоя дедуле? Это Виагра для женщин, для мужчин. А, понятно, это Виагра. Это вот эти, всякие шпаниш, флю, для мужчин, Виагра, для женщин. Ага, так здорово. Может, вот таким чаем я вас угощу, фруктовым попробуйте? Да не, мы только-только сужены, так прям. Ну, спасибо большое, вы приятные очень. Так, есть в Кемере вот такой вот напротив башни с часами. Круг с разными, с различными побрякушечками нашими любимыми. Давай-давай, пройдем, посмотрим. Проходи внимательно, посматривай везде, все. Ваня у нас часы себе заказал. Хочет, хочет еще одни часы очередные. А сколько такой браслетик стоит, а? How much? Лира. Лира? 26 лира. 20, 25 лир. А, вот так вот, смотрите, он, видите, как на магните получается. Симпатично. Ну, сейчас мы посмотрим. А эти вот бусы, это отдельно или как? 25 лир. Сколько? 10 тонн. Тоже на магните? Смотри, как интереснее. Они короткие, а подлиннее нету, подлиннее? Давайте попробуем. Смотрите, вот. Магнит. Ты видишь? Ага. Нет, нормально тебе. Тут длинный-то, это ж не предполагается длинный. Все блестит, все переливается. Тоже браслетики из всего. Ручной работы. Вот длинная есть. А, не, одинаковый такой же. Одинаковый. Ну, красивый вот этот магнитик. Не знаю, долго ли держаться будет. Ну, пойдем искать часы. Идем, идем. Идем прямо, идем с тобой. Смотри, Ваня, это четкие. Вот это четкие. Ну, это ты разорвешь на 2 секунды. Это тебе нельзя. А, я не хочу браслет, я хочу часы. Часы. Идем, ищем часы. Мам, смотри. Там я на шоу неразрываемый браслет. Какой? Неразрываемый. А, ну, это такой, который будет с руки слетать. В общем, смотрите, здесь столько всего интересного. Ну, которое, как бы, оно особо не нужно. Но, знаете, как. Мам, ты часок. Идешь и рассматриваешь. Те, кто любят побрякушки, так же, как и я, останутся довольны. Нет, ты чесок. Кукол таких вот вяжут. У меня свекровь таких кукол вяжет. Очень красиво здесь тоже вяжут. Прям настоящий рукодельниц. Сережечки разные. Ну, пойдем. Сейчас, сейчас пойдем. А вот здесь по кругу ты не посмотрел? Комплект. Это прям, посмотрите, прям здесь сидят и делают. Здравствуйте. То есть вот все чисто ручная работа. Вот, смотрите, первый поворот от часов от башни, да? Вот башня находится. Проходите вперед. Вот, вот первый поворот. Дальше проходите... Что ты на дороге, а? Я не на дороге. Дальше проходите еще, прямо еще один поворот. И... Это подтипу Пуасом. И налево будет уже... Дорогие друзья. Друзья, второй поворот. От башни с часами начинается вот эта оживленная улица Лиман. Здесь есть несколько сетевых магазинов по центру. Это Вайкики, там Маби, по-моему, и еще какой-то магазин. Катон, наверное. Сейчас посмотрим. А в основном здесь, конечно же, лавки с турецкими, вот с этими вещами. Гуччи, Найк и все остальное. Так, и вот на перекрестке, здесь, в смысле, вот по этой улице, ровно посередине, вот эти вот магазины, магазины сетевые, если кого-то интересует, Катон, Вайкики и что там еще? Мода-сити. И вот они здесь три в одном. Мы идем, идем. Ваня ищет себе теперь часы, которые ему нужно раздолбать. Не надо мне раздолбать. Не надо тебе раздолбать. А что ж ты предыдущие все разломал? Вот такие сколько часы стоят? Сколько такие стоят? Это 10 долларов. Сколько? 10 долларов. Размеренная жизнь отдыхающего, проста до безобразия. Целый день накупаться, наездку, а потом пойти поглазеть. И кто мне пишет там, я ж ничего здесь не искупила, я просто вот походить, посмотреть ради интереса. Про большие размеры. Есть периодически встречаются вот такие вот магазинчики, где написано XL, XXL, 4XL. То есть такие магазины тоже есть, но, разумеется, не в сетевых магазинах. Нужно искать такие большие размеры. А вот в таких вот маленьких магазинчиках на улице. У меня Ваня прилепился с часами теперь. В какой-то вот лет сейчас зайдем. Здесь, вон там какие-то игрушечки лежат. Вон там игрушечки. Пойдем, может, там есть. Здесь тоже, в общем, разное. Три бьем, он по 70 лир. Костюмы какие-то спортивные. Ну-ка на меня повернись, мам. Там мы зашли в магазин Кайзи. На меня посмотри, мам. Синенькая такая же. Ну так оригинальная модель. Мама, тебе зеленый идет. Посмотри. Нет? А другой нет? Синенькая есть. Мне вообще синий куда-то, там нет, самая. Синий вот такой пиджак. Это костюм у вас или пиджак? Можно и так, и так, да? На меня внимание не обращают. Это магазин Кайзи. Который мы в Стамбуле с Оксаной вместе посещали. У них вещи, вот то, что нам нравится. То, что действительно вот интересно. Вот они везде, эти куфты висят сверху. Такие, как мы взяли с Оксаной. Ну-ка, покажись. Белый лучше смотрится. И это как-то, мне кажется, она большая. Она большая, это троечка. Я вам дам троечку, если захотите, я вам принесу ее. На меня, посмотри. Не, ну это... Белая мне больше понравилась. На меня повернись. Смотрите, видите, как это? Она не застегивается. А, ну чуть-чуть, чуть-чуть в плече. Чуть-чуть побольше. Смотрится интересно он. На меня, посмотри. Хорошо. Интересно. Можете брючки напомнить, я тебе как красива. Обалдеть. Вот это будет стоить. Смотрите, цена стоит, именно на костюм. На костюм стоит 210 в комплекте. Я вам отдам 140 в комплекте, если будете комплектом брать. Если пооденете, то оба другая. Бючки вот эти вот. Кофты. В общем, нужно было прийти вот на этот Лиман, чтобы найти вот эту ферму. Красиво, мам. Очень. Хорошо. Нежно, дорого и богато, как говорится. Ну, даже тебе, в принципе, здесь и не надо особо подрезать брюки. Наконец-то. Кто спрашивал, что вы такие привилегливые, что вы ищете. У меня я себе много в предыдущую поездку вещей купила. А мама искала вот такие вот какие-то элегантные вещи, которых в сетевых магазинах не купишь. Вот все-таки она купила вот этот костюм. Он, конечно, не дешевый. Вот так вот это выглядит. Вот такие брюки. Ну, в общем, на наши деньги где-то восемь с половиной тысяч получился вот этот костюм. А ты пиджак вот этот покажи. Я сейчас облил свои ноги специально, что... Хорошо, Ванюся. Бруску. Вот мы еще маме такую же элегантную вот под этот костюмчик. У них будет встреча выпускников юридического института. Ваня, ты иди в сторону, пожалуйста. Да, смотри. Дайте посмотреть. Ваня, бирку, бирку. Бирку подаришь, Ваня? Понятно, в общем. Вот сегодня от этой вот первая крупная покупка. А с кожей так-так и не получилось. И вот такую мама еще ветровку себе взяла. Ветровка тоже не дешевая. Ну, она хотела такую необычную ветровку. Но я показывала, как в магазине ты ее мерила. В общем, вот такой вот у нее сегодня получили... Такие получились покупки. Хочешь футболки? На Ваню надели на рукавники. Волна идет. С волной я рисковать не хочу. Хотя, в принципе, уже неплохо держишься на воде. Ну, давай. Пойдешь в воду-то? Ну, ты первый. Рася, разбежу. Я с разбежу не могу камеру аквабокс неохота брать. Чтобы не утопить. Ох, как хорошо. Аж с пеной. Такая волна, что аж с пеной. Смотрите, какая прелесть. Ну, а что-то сегодня, смотрите. Калина, быстрее! Кстати, это непонятно. Вот такая высота здесь. Ань, давай ныряй. Чем-то... Играю нам в солнечных очках. Ах, слышите, понравилось плавать. Ты, наверное, их утопить хочешь? ПОДПИШИСЬ! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok то, конечно же, вам этот отель очень понравится. В общем, это просто-просто разный отдых. Мне нравится просто любоваться на вот эту вот картинку. Плавать, купаться. Я, видите, постоянно отплываю подальше от людей. У меня Ваня вон там сейчас на берегу уже накупался. А я, чтобы с вами побеседовать, и чтобы никто не слышал, потому что уже, я так понимаю, что где-то процентов 20 в отеле посмотрели мое видео, где я первый день вся на негативе и думают, о-о-о, зажравшиеся москвичи приехали. Но я хочу сказать, что нам эти деньги тоже не падают с небес, которые я зарабатываю. Я зарабатываю их сама. Там кто-то говорит, что там муж задержит. Нет, я сама зарабатываю, сама оплачиваю свой отпуск. И точно так же коплю, откладываю какие-то деньги. Знаете, они мне пачками не сыпятся с небес. И если ты уже плачешь за свой отпуск, тебе хочется отдохнуть хорошо, ты имеешь право выбора. Понимаете, не так, что обо что, а ты имеешь право выбора. Я, да, выбирала этот отель. Я видела, конечно, эти минусы, что нужно добираться до моря, что нужно ехать на автобусе. И взвесив все за и против, там, свой бюджет, да, то есть как бы он был все-таки по турецким меркам сейчас в августе. Август это самый дорогой месяц, небольшой. А здесь прям, вот смотрите, камни такие большие. Вот там у нас пляж расчищенный, камней нет. А вот сюда, видите, чуть подальше отходишь, камушки. И мне нравится, здесь за этими камушками прячутся рыбки. Вот я сейчас уже даже высоко стою. Высоко стою, далеко гляжу. В общем, каждый выбирает отель по своему бюджету. Вот насколько денег хватает, туда и едет. Но все равно, в принципе, комментарии, отзывы людей, то что рейтинг у отеля 4,7, я считаю, что он не завышенный рейтинг. Действительно, отель соответствует своему заявленному уровню. Это не тусовочный отель. Отель для детей, для семей с детками, которые приехали чисто отдыхать, не кутить, не куражиться. Допустим, молодежный отель напротив, оранж-каунте. Хороший отель, но там вот тусовка, если вы потусить хотите, то это можно туда поехать. Но он и дороже, соответственно. Я уже молчу про Барута. Кто пишет, там, сходите на территорию Барута, я не знаю. Мы, конечно, попробуем, но я что-то очень сильно сомневаюсь. Понимаете, у них эти блогеры на каждом шагу. Если каждого блогера пускать на территорию отеля, как бы все-таки у меня же не настолько много подписчиков, не настолько много просмотров, чтобы сделать им какую-то существенную рекламу. Поэтому, не знаю, получится попасть, мы попадем. Не получится, не попадем. Так, ладно. Там, смотрите, на единороге заплыли до конца. И почему-то ругается смотрящий. Мне нравится, что они туда до конца заплываются. Вот таким вот образом, дорогие друзья, прошел сегодняшний наш день. Всем желаю, как всегда, добра, удачи, позитива. И обязательно увидимся с вами вновь в следующем. Лайкни меня, лайкни меня.